Каталитическое окисление сложной смеси углеводородов, входящих в состав парафина, один из основных процессов получения высших карбоновых кислот. Катализатором в этом процессе служит перманганат калия в виде 15% водного раствора. Расплавленный парафин, нагретый до 70-80 градусов Цельсия, подается из сборника в смеситель. Сюда же из мерника поступает катализатор. Его требуется немного, всего 0,2% от массы парафина. Здесь парафинокатализатор перемешиваются. Вес смеси, подготовленный для окисления, достигает 30 тонн. Из смесителя смесь подается в окислительную колонну. Внутри колонны расположены змеевики для нагревания смеси в начале реакции и для ее охлаждения при протекании реакции. В распределительное устройство подается воздух в виде мельчайших пузырьков, которые проходят через расплав парафина. Это создает большую поверхность соприкосновения газа с жидкостью, что ускоряет реакцию. При взаимодействии парафина с кислородом воздуха в присутствии катализатора в колонне происходит реакция окисления с образованием смеси карбоновых кислот, например, для углеводорода с 32-мя атомами углерода. Эта реакция экзотермическая, она протекает с выделением тепла. Нагревание до 120 градусов требуется только для ее начала. Когда реакция началась, подачу пара прекращают и в змеевики подают холодную воду. Температуру расплава в колонне понижают до 105 градусов Цельсия и с помощью автоматического терморегулятора поддерживают ее постоянной до окончания процесса окисления. При этой температуре процесс проводят до его окончания в течение 16-20 часов. Из окислительной колонны полученные карбоновые кислоты перекачиваются в шлама-отстойник. Здесь смесь освобождается от отходов катализатора, выпадающего в осадок в виде шлама. Затем она поступает в промывную колонну, заполненную керамическими кольцами для увеличения поверхности соприкосновения жидкостей. В промывной колонне от высших карбоновых кислот отмывают водой низшие водорастворимые кислоты с одним-четырьмя атомами углерода в молекуле и остатки катализатора. В отделителе полученная смесь высших карбоновых кислот отстаиванием освобождается от воды. Затем смесь перекачивается в сборник. При дальнейшей переработке смеси выделяют часть, содержащую кислоты с 10-20 атомами углерода. Нейтрализацией ее превращают в смесь натриевых солей мыла. Субтитры создавал DimaTorzok